Всем привет, с вами Игорь. Вот, запустил я тепловой насос уже. Первый раз в этом сезоне. Это топительный период 20-21. Раньше как бы не было нужды его запускать. Довольно тепло было. Солнечные панельки нормально тоже так греют. И кто не знает, смотрите там плейлист. Я панели использую на обогрев, бойлер, обогрев. А солнца уже как бы почти неделю нет. Такая погодка очень такая, не очень совсем для альтернативщика. Вот, и так сказать появилась нужда уже запустить мой тепловой насосик. Который работает и без солнца, и без ветра. Когда мне надо. Ну, правда, немного потребляет электроэнергии. В конце видео пойдем посмотрим на ваттметр. Я поставил отдельно ваттметр на тепловой насос. Вот, чтобы контролировать потребление всей системы своей. И за месяц я там смогу показать, каждый месяц буду показывать. Потом зимой сколько мой тепловой насос накручивает электроэнергии. Вот, сколько там мне надо будет за него заплатить денег. И сколько он перекачал тепла. Ну, с этой цифры можно все высчитать с отмена. Посчитать там, умножить. Вот, ну, что еще сказать. Поставил я греющий кабель. Ну, туда вниз на компрессор. Картер компрессора обмотал. Подключил. Вот. С такого ничего вроде нового нет. Настроил, правда, еще терморегулятор на компрессоре. Вот, чтобы он при достижении определенной температуры компрессора выключался. Ну, вся система будет выключаться. То есть, мне уже не надо будет ее ходить выключать. Хотя бы, ну, хотя бы выключать не надо будет. Только включать все. Как ее, чтобы она автоматически выключалась, я еще не придумал. Потому что, ну, выключать там все просто. Просто в реле вырубилось при достижении температуры. Все выключило и все. А вот включать тут не так просто. Тут надо сначала включить насос, перекачивающий лоду скважины в скважину. И проконтролировать, качает ли он вообще лоду. Может, она там ушла где-то или он там. Бывает, ротор подклинивает немного. Вот, надо закрыть, вот его крутнуть. Вот. Чтобы вот стартанул. Ну, короче, запустить это не так легко. Ну, в смысле, нелегко для электроники. Тут надо какие-то мозги ставить, я не знаю. Контролирующий проток, все такое. Поэтому я пока что запускаю сам. А выключаться оно уже будет само. И то мне уже будет немного легче. Пока что я еще не дорос. Не сообразил, как его сделать, чтобы оно не включалось само. Ну, что еще сказать. Даже не знаю. У меня уже там все. В серии есть видео. Там уже я все рассказывал. Сколько он потребляет. Как я его сделал. Как сделать тепловой насос. Там кто первый раз смотрит, смотрите. Там у меня есть на канале. Я ссылку на плейлист оставлю в описании. Как сделать такой тепловой насос. У меня там что-то 10 серий. Вроде бы подробно я объясняю, как я его собирал. Тут ничего вообще сложного нет. Я вас уверяю, это все просто. Очень просто даже. Даже очень просто. И эффективно. И эффективно оно работает. Мне нравится, как оно работает. Вот. Поэтому я же говорю, я не знаю просто, что уже говорить про этот тепловой насос. Хотя люди спрашивают, там, больше снимаем видео про тепловой насос. А что снимать? Я уже вроде все снял. Если у кого-то какие-то есть идеи, ну, что еще можно снять про этот тепловой насос. Там, чтобы я что-то рассказал. Там, какие-то идеи новых видео про тепловой насос. То пишите в комментариях. Вот. Если этого нет у меня на канале. Я еще этого не показывал или не рассказывал. Я расскажу, покажу. Вот. Кто-то, кого что интересует. Вот. Ну, такое коротенькое видео. Компрессор запустился. После простоя. Ну, сколько он стоял-то? Больше чем полгода он у меня не работал. Компрессор. Все запустилось. Правда, вода. Вода с насосом ушла. Куда-то почему-то. Ну, не с трубы, а с насосом. Поэтому опять пришлось заливать насосик мой. Суперэкономный. У меня и про него есть видео. Про этот насосик, который перекачивает скважину. Скважину. А так, то все как было, так и есть. Я же говорю, только прикрутил кабель на баталл греющий. Я показывал ее в видео в предыдущем. Там про тепловой насос. И настроил терморегулятор на компрессор. Почему на компрессор? У меня, во-первых, туда уже был приклеенный датчик на компрессор. Во-вторых, все температуры и давления в этой системе фреоновой, они взаимосвязаны. То есть, если температура там в баке, в теплоаккумуляторе, в доме, в системе такая-то, значит давление в конденсаторе такое-то, и значит температура компрессора такая-то. То есть, оно все как бы предсказуемо. Все тут не меняется. Оно все высчитывается. Имея один параметр, одно давление, одну температуру, можно практически посчитать более-менее точно, какая будет там температура. Поэтому я там и оставил. Плюс еще, решил, почему так, ну, защита компрессора от перегрева, вдруг там насос откажет, ну, который перекачивает воду в скважину, в скважину, там, что-то с насосом случится, там, вода пропадет или, я не знаю, там, перестанет качать воду через испаритель, вот, соответственно, фреон не будет нагреваться, вот, будет выходить холодный, термобаллон ТРВ отреагирует сразу, начнет закрывать ТРВ, закрывать, меньше будет проходить фреона через ТРВ, меньше будет охлаждаться компрессор, опять же, компрессор нагреется до определенной температуры выставленной, и выключится вся система. То есть, как бы, такая, ну, защита, плюс еще и защита, регуляция температуры, выключение автоматическое, плюс защита компрессора от перегрева. Вот, ну, как-то так оно получается. Вот, сейчас даже получается больше 3 градусов снимает тепловой насос с воды, ну, скважина, вход 11,7, 11,7 градусов, а выход 8,3, ну, там прыгает 8,2, 8,3, где-то так вот. Так, ладненько, сейчас пойдем посмотрим. Вот. Вот мы возле ваттметра. Сейчас попробую настроить, показать. Это ваттметр чисто на тепловой насос. Это по переменке. Вот АЦ, видите, да, написано. Я ее поставил чисто для теплового насоса, как я уже сказал, чтобы контролировать потребление его. Вот сейчас он тянет 765 ватт. Вот. Даже меньше, чем... Ну, он пока еще не надавил там температуру. Позже, там у меня есть видео, где я показываю по счетчику своему домашнему, то он тянет 850 ватт. Ну, это когда он нагреет немного систему, ему будет тяжелее качать. Выключился. Вот. И он тогда будет тянуть немного больше. Ну, то есть давление вырастет в конденсаторе, ему будет тяжелее. Это максимум где-то вот так. От 760 получается до максимум 800... О, вот так вот, 758... 233 вольт у меня сейчас... Вот. ПФ вот этот вот, который я так понял, он должен быть как можно больше. Видите, сейчас 0.99 у меня. Вот. Я думаю, что это нормальный показатель. Почти единица. ПФ... Вот. Даже вот единица моргает. 1.0.99. Значит, система работает эффективно. Я так понимаю. Может, я не прав, то напишите. Я с этим ПФом пока что только разбираюсь. Вот. Накрутил он уже полкиловатт часа. 50 Гц, 22 градуса. Ну, короче, такие вот показатели. Ну, вот и все. Тут показывать больше особо и нечего. Вот. Если еще раз скажу, у кого какие-то есть идеи, что заснять по тепловому насосу, какое видео вы хотите увидеть, потому что я так смотрю по аналитике, что больше всего людей именно интересует вот тепловой насос. Ну, там больше всего просмотров. Так что пишите, что вы хотели бы увидеть. Я не знаю, что там еще показывать. Ладненько. Всем до следующего видео. Всем пока.